Здравствуйте! В прошлом видео мы завершили оформление канала на YouTube. Теперь мы давайте рассмотрим, как его настроить. Необходимо перейти на главную страницу нашего канала. Сейчас мы находимся на главной странице канала. Здесь мы видим вот такое отображение этой страницы. С чего начать? Если главная страница нашего канала на английском языке или непонятном для нас, то необходимо этот язык заменить на свой родной. Внизу есть такой выбор языка. Нажимаем на этот треугольничек. И у нас появился вот такой список. Из этого списка мы выбираем язык, который нам родной. Нажимаем на тот язык, который нам родной. Все выбрали. Теперь проделываем следующие шаги по настройке нашего канала. Нажимаем «Добавить раздел». Слева видим окошко «Выберите контент». Нажимаем. И все, что мы сейчас выберем, это будет отображаться на первой странице нашего канала. Сейчас мы посмотрим, что отображается у меня на основном канале. Заходим на свой основной канал. На первой странице у меня отображается сперва рекомендованное видео. Потом популярное видео выбираем. И потом выбираем список плейлистов. Когда мы выбрали необходимые контенты, которые будут располагаться на первой странице нашего канала, теперь необходимо их упорядочить. Упорядочим их в ряд по горизонтали или по вертикали. В данном случае я у себя выбрал по горизонтали. Каждый может здесь выбрать, как он захочет. Когда мы все это сделали, нажимаем «Готово». Теперь необходимо нам зайти на вкладку «О канале». Нажимаем на описание канала и заполняем вот это поле. Когда мы сделали описание нашего канала, нажимаем «Готово». И в любое время, когда нам захочется подкорректировать это описание, в правом верхнем углу есть такой в виде карандашик. Нажимаем на него. Можно добавлять или изменять в описание нашего канала. В этой строке «Страна» справа нажимаем на такой треугольничек. Из списка предложенных выбираем нашу страну. Здесь заполняем для коммерческих запросов электронную почту. Здесь внизу нажимаем «Ссылка». Нажимаем «Добавить». И в этой строке прописываем ту социальную сеть, какую мы хотим добавить. Из той социальной сети копируем ссылку URL и в этом поле ее вставляем. Все. Когда мы это вставили, нажимаем «Готово». И эта страница у нас уже заполнена. Теперь справа, где написано «Подписаться», нажимаем на такую шестеренку. И здесь проставляем то, что нам необходимо. Когда все это проделали, внизу нажимаем «Сохранить». Все. Первая страница у нас оформлена. Теперь мы нажимаем справа на аватарку. В верхнем правом углу. Нажимаем «Творческая студия». Слева колонки нажимаем «Канал». На этой странице статус и функции необходимо подтвердить свой канал. Здесь нажимаем «Подтвердить». Здесь делаем выбор, как нам лучше получить подтверждение. В данном случае я нажимаю «Получить СМС». Здесь прописываем свой номер телефона. Нажимаем «Отправить». На наш телефон, который мы заполнили, пришла СМС. И в этом поле мы записываем тот код, который пришел нам по СМС. И нажимаем «Отправить». Поздравляем, ваш аккаунт в YouTube подтвержден. «Продолжить». И нас возвратило на прежнюю страницу статус и функции. С этого списка мы выбираем то, что нам необходимо. Теперь переходим ниже. «Загрузка видео». В этой строке «Конфиденциальность» лучше поставить «Открытый доступ». Здесь выбираем категорию, на какую тему будет у нас видео. Из предложенного нам списка выбираем ту категорию, на которой тема будет у нас располагаться большинство видео. В данном случае я выбираю «Путешествие». Лицензию каждый проставляет, какую он хочет. Я проставляю с указанием авторства, потому что все видео на этом канале будут у меня авторские. Название видео мы здесь не пишем, потому что каждое видео будет изменяться. Описание так же самое. Но если мы какие-то будем оставлять ссылки в описании видео, то здесь можно ссылки эти все оставить. И они будут переходить на каждое видео. Первоначально здесь прописываем теги названия канала. Написали название канала. Ставим запятую и пишем остальные теги. Прописали здесь теги. Здесь ставим галочки «Комментарии и рейтинги». Здесь проставляем галочки «Разрешить пользователям просматривать рейтинг этого видео». Для тех, кто создал канал с нуля, поэтому здесь лучше галочку убрать. И статистика видео тоже лучше убрать галочку, потому что если статистика видео у вас будет маленькая, а для начальной так оно и есть, то ваше видео никто и не посмотрит. А так оно будет скрыто. Все, вот это все галочки поставили. Сверху нажимаем «Сохранить». Идет сохранение. Внесенные вами изменения сохранены. Фирменный стиль выбираем. Здесь можно добавить логотип своего канала. Выберите файл. Нажимаем. И выбираем тот файл, который мы раньше создали. Сохранить. Все, файл сохраню. В этом месте мы выбираем, когда мы хотим, чтобы показывался наш фирменный значок. Я выбираю все время. Кажет свое. Обновить. И теперь этот значок будет отображаться на протяжении просмотра всего видео. Нажимаем «Дополнительно». Здесь необходимо прописать ключевые слова канала. Я встал, так как они у меня уже прописаны. Здесь ничего не проставляю. Здесь тоже ничего не делаем. Если у нас есть какие-нибудь сайты, тогда мы здесь прописываем URL нашего сайта. И нажимаем «Добавить». Рекомендации. Здесь обязательно ставим «Показывай в списках рекомендованных каналов». В этом месте мы ставим галочку «Не показывай число подписчиков моего канала». Потому что канал только вновь созданный. Подписчиков, соответственно, мало. И зрительнее станет просматривать наше видео. Идентификатор отслеживания аккаунта Google Analytics. Это потом можно всегда проставить. Это не обязательно сразу это делать. Нажимаем «Сохранить». Идет сохранение. Еще один шаг проделан. И на этом будет все. Нажимаем справа вверху на аватарку. Где «Творческая студия», нажимаем на шестеренку. Здесь можно изменить название нашего канала. Если кто желает изменить, нажимаем «Изменить Google». И нас перекинем на страницу Google. И там мы сможем изменить название канала по нашему усмотрению. На этой странице нажимаем слева «Уведомления». И здесь выбираем, что нам более подходит. Я здесь проставляю «Присылать мне только обязательные уведомления». Наполнили. Галочки или каждый выбирает по своему усмотрению, что ему хочется. Рекомендованные действия, связанные с вашим каналом, вашими видео и так далее. На этом настройка YouTube канала завершена. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.